Что касается вот этой книги Николас Уэйд «На заре человечества», я про нее могу что сказать. Книга очень хорошая, она посвящена данным генетики, которые проливают свет на разные аспекты эволюции человека. И это важным достоинством этой книги является то, что она хорошо переведена. Здесь научным редактором был Сергей Ястребов, хороший специалист, заулок. Поэтому текст хороший, читается нормально, в отличие от ряда других недавно изданных переводных научно-полярных книжек. С этим все в порядке. У этой книги есть только один очень большой недостаток. Она сильно устарела. На английском языке эта книга была издана в 2006 году, то есть ей 10 лет. За 10 лет в области изучения эволюции человека произошло столько всего, было сделано столько грандиозных открытий. Достаточно упомянуть про чтение генома «Неандертальца», «Денисовского человека». Это настолько перевернуло наше представление об антропогенезе, что сейчас эта книжка уже, к сожалению, выглядит просто безнадежно устаревшей. Фактически, если человек, так сказать, наивный, ничего не знает по теме, то я ему очень рекомендую эту книгу. Например, начать с нее. Знакомство с антропогенезом – это хорошо. Но для того, кто прочел уже много других, скажем, научно-популярных книжек по теме, в том числе более новых, эту книгу читать, наверное, не стоит, потому что она на самом деле сейчас представляет интерес только с позиции, а вот что там интересно 10 лет назад про эволюцию человека писали. Потому что, ну, если вы встречаете какую-то новую информацию в этой книге, то сразу возникает вопрос, а не опровергли ли ее с тех пор, а может быть, эта тема уже развилась с тех пор очень сильно, и там все переосмысленно, все не так, в общем, довольно бессмысленно получается. Конечно, такие книжки нужно издавать гораздо быстрее. Сейчас эта область эволюции человека развивается с такой скоростью, и что издавать такие книжки нужно сразу, в течение года-двух после выхода оригинала, не через 10-11 лет. Вот это то, что я могу сказать по книге Уэйда. Теперь, что касается вот этой книги «Захватчики. Люди и собаки против неандертальцев» Пэт Шипман. Эта книжка как раз новая, новая, современная, и, в общем, занятная книжка. Мне рассказывается о том, что было показано недавно, что среди костей, как считалось, волков, которые находят на верхнепалеолитических стоянках кроманьонцев, европейских хомо-сапиенсов, что среди черепов, которые считались волчьими, на самом деле присутствует кое-где значительная доля черепов, которые, скорее, принадлежали уже не волкам, а первым собакам, уже домашненным волкам, таким образом. То есть, что из этого следует, что, возможно, люди вступили в симбиоз с собаками, с волками, уже 25 где-то тысяч лет назад, а может быть, даже и раньше. Это, конечно, очень интересные данные. Возможно, это действительно так и было. Но, собственно говоря, это и все, что касается важных новых фактов, изложенных в этой книге. Вот я сейчас за минуту пересказал основное ее содержание. Все остальное в этой книге – это такие довольно пространные рассуждения вокруг да около, что человек – это инвазивный вид. Там первая пара глав про то, что такое инвазивные виды, биологические инвазии, какое влияние они оказывают на экосистемы, что вот человек – это типичный пример тоже такого инвазивного вида, который вторгся, нарушил экосистемы, вытеснил неандертальцев. Приводятся разные аргументы там в пользу этого косвенные. И вот про этих собак, что в какой-то момент тоже где-то 30-25 тысяч лет назад появляются такие стоянки верхнеполитические, где очень-очень много костей мамонтов. По-видимому, люди научились в этот момент эффективно охотиться на мамонтов и добывать их в больших количествах. И этот момент как раз совпадает с появлением вот этих черепов, предположительно первых собак. Соответственно, логично предположить, что люди одомашнили волков, и именно это дало им возможность гораздо более эффективно охотиться на крупных животных. Хорошо. Ну, вот, собственно, это и все. Все остальное в книге – это, я извиняюсь, в основном вода. Это, значит, первое. Но написана она весело. В принципе, я думаю, в оригинале она читается легко и приятно. Но очень серьезным недостатком этого издания является то, что, извините, здесь не было нормальной редактуры перевода, нормальной научной редактуры. И текст, русский текст, он просто совершенно безобразный. Очень часто полностью теряется смысл, то есть приходится напрягать фантазию и думать, что же там такое на самом деле было в оригинале, потому что русские фразы, которые мы читаем в этом тексте, просто порой лишены всякого смысла. И, кроме того, переводчик или редактор, я не знаю, делает совершенно ужасную вещь, которую я просто не могу пережить. Пережить, к глаголу «варьировать» эти люди приделывают возвратную частицу «ся» и так и пишут. Не признак «варьирует», а признак «я даже не могу произнести это вслух». Все, спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»